Сегодня мы собрались здесь жители, представители 8, 10, 12 дома, чтобы выразить свой протест против стройки, которая будет просто на головах у жильцов этих домов. Почти в самом центре города, в тихом квартале по улице Башидзе, планируется очередная точечная застройка. Жители района выступают категорически против, и это не просто каприз. Новосрой планируется подключить к старым коммунальным сетям, в то время как почти всю нынешнюю зиму люди в этих домах проживают без тепла и горячей воды из-за непрекращающихся аварий. Строительство нарушит инсоляцию квартиру жильцов, находящихся непосредственно напротив предполагаемого строительства. Нагрузка на наши коммуникации, которые так все гнилые, повлечет перебои воды, электричества, а то и вовсе аварийные ситуации, которые постоянно случаются в наших домах. Накануне прошло собрание жителей дома с представителем застройщика и по совместительству руководителем управляющей компании современной коммунальной системы, которая к тому же обслуживает эти дома. Но в разговоре с корреспондентом нашей телекомпании Павел Владимирович сказал, что их компания к стройке не имеет отношения. Вы знаете, куда вы знаете? Да, в управляющую компанию СКС. А при чем здесь стройка? Мне сказали, что вы связаны со стройщиком. Ну, это все случайно. Мы не имеем отношения к этой стройке, поэтому нам без разницы, кого ходишь. Мы занимаемся по договору найма управления общедомовым имуществом на БАШИЗ-8 и БАШИЗ-10. Управляющая компания наша, вместо того, чтобы заниматься насущными делами, она продвигает свой этот вот, они соучредители или кто они там, не знаю, они продвигают этот проект усиленно. И в прошлую субботу, вот минувшую, когда у нас диалога с ними никак не получилась, по той причине, что они не вышли спрашивать, согласны вы или нет. Они сказали, стройка будет, хотите вы или нет. Вот вам благи какие-то, за это дадут. Местные опасаются, что при выполнении работ срубят большую часть деревьев, снесут детскую площадку, а единственный проезд вдоль домов 8 и 10 займет строительная техника. Люди говорят, что и без того запаркованные дворы не выдержат натиска огромного количества автомобилей. Будут проблемы и с проездом спецтранспорта, скорых и пожарных машин. У нас за этой стройкой школа, очень огромная школа, 17-й. Дети ходят, именно по той дороге, другой нету больше. Со всего района, школу, вы у нас подтвердите, неоднократно даже на этих участках носятся машины. У нас двое детей, я не знаю, один мальчик, по-моему, уже выписался, просто сбивают машины. Что будет, когда здесь будет стройка проводиться? Тут 4 или 5 домов. Вот мы одни здесь, все, больше нету. И за ней как раз идет дорога к школе. И вот туда, как раз по этой дороге открывают эту большую трассу. Если будет строить дом, то по ней как раз будут большие грузы, эти все ходят. А последствия машины? А здесь у нас детская площадка, и дети ходят. Школа единственная дорога, которая выходит к пешеходному переходу. И родители отравляют детей, чтобы они спокойно переходили. Мы выступаем против этой стройки, потому что мы живем в этом доме, непосредственно в 6-м подъезде. Это будет прямо все перед нашими глазами. Это мы будем смотреть просто людям в окна бесконечно. Это будет стройка, которая будет уж явно не один год идти. И это будет грохот, и наши дети будут рядом с этим гулять. Очень не хочется, чтобы это все было. У нас и так подъезд сейчас без отопления. Дети ходят в носках, дома холодно. Как они собираются переносить все теплотрассы? Ну вот, это идет теплотрасса. Как они ее собираются переносить? Да тут солнца даже не будет. Никогда. Вот этим людям бедным вообще никогда не будет солнца. Это тоже нарушение, потому что есть законы инсоляции, так называемые. Это строительные нормы и правила. То есть у нас что, закон перестал существовать? Посмотрите, пожалуйста, заснимите нашу детскую площадку. В каком она находится состоянии? Они не могут ее привести в порядок. О каком новострое вообще может у них идти речь? Глава города Константин Шестаков озвучил свои условия. Строительство начнется только после согласия жителей района. Теперь люди стараются использовать все средства, чтобы донести свою позицию властям. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.